В этот дом на шестом участковый заходит чётли не каждый день. Под особым контролем. Антисоциальная семья. Иначе не назовёшь. Хозяин-пенсионер живёт с двумя взрослыми детьми. Из-за инвалидности те нигде не работают. Дочь признаётся. На этой почве ругань отца и сына уже стала привычным делом. Причина разлада – алкоголь. Я не могу ничего сделать. Я не могу говорить, а он не слушает. Говорит, давай разменяем квартиру, разъедемся. Каждый день скандал. Каждый месяц в Бобруйске фиксируется около 200 бытовых конфликтов. Одна из самых частых причин, которая приводит к семейному насилию – злоупотребление спиртными напитками. Отсюда – жалобы соседей и вызов милиции. Хорошо, если обходится без трагедий. В первую очередь, если мы видим, что человек обратился к нам и с жалобой или сообщением о том, что по отношению к нему или к ней совершаются противоправные действия, то, естественно, инициаторы этого конфликта, если он находится в состоянии алкогольной отмене, да и даже и находится в трезвом, мы, естественно, изолируем. Мир и воздействие от административного ареста до штрафа. Плюс повестка в наркологический диспансер. Там уже на учете состоят почти 3000 хронических алкоголиков. Как отмечают специалисты, еще один эффективный способ – защитное предписание. Документ обязывает агрессора покинуть жилье на срок от 3 до 30 суток. Также действует запрет на общение с жертвой вне дома, звонки по телефону, попытки связаться через интернет. Нельзя распоряжаться и совместной собственностью. Каждое четвертое убийство в Беларуси совершает именно близкий человек. Ежегодно тех, кто неверно интерпретирует фразу «пока смерть не разлучит», становится больше. Жертвами домашних агрессоров в 2022-м стали 23 человека. Статистика растет в геометрической прогрессии. За весь прошлый год на этой почве погибло 22 человека. К проблеме подключаются территориальные центры с кризисными комнатами. Именно туда могут обращаться те, кто оказался в опасности. В режиме 24 на 7 работают и службы психологической поддержки. Помогают как жертвам, так и агрессорам.